Почему Португалия? Потому что Киржаков за Россию сделал решающий матч против Португалии, забив свой гол. Единственный гол в том матче. Мы обыграли португальцев 2-1. Это здесь, в жизни 1-0. Спартак выиграл у Барса. Потом Барселона. Нитон, потому что Киржаков выиграл за Севилю когда-то. И сбивал самой Барселоне. Один из важных, опять же, голов. Тогда даже Севиле выиграл у Барса 2-1. Дани Аудес тогда играл еще на Севиле. Если же Спартак проиграл в Португалии. Все запутано бы сейчас. Если мы еще Спартаку проиграем, будет вообще весело. Так. Нет, нет, нет. А вот и наш... Это всегда финал. Играть со Спартаком это всегда что-то особенное. Что-то невероятное. Играем. Играем нашим легендарным составом. Естественно, в синие. Ребятки из Москвы красно-белые. О, о, как можно. Керш, тянет по умолчанию. Сыграем расстановкой, так сказать, Керш, руководство команды. Спартака, состав не видим. У нас все в порядке. Такие у нас, ребятки, да. Сычаки. Где мы в этом Артема выпустим, да? Аршавин, Шатов. Все вот у нас. Сычаки. Смельчаки впереди. Малафеев, да, вот наши ребятки. Шкарте, Ломбер, Санюков, Кришета. Аршавин, да, не удивляйтесь. Аршавин, Файзулин, Дани. Халк. Киржаков с рейтингом 99. И Шатов. Самый, самый активный игрок этого турнира. Олег Шатов. Ну, поиграем с английским и русским комментатором. Здесь такие и самые веселые. Побиваем по воротам. Штрафные, Киржаков. Неплохо, кстати, исполнял. Может, получится? О, в тысячу попали. В принципе, неплохо. 991, это чуть-чуть. Чуть-чуть. Номер 991. Ой, без ворота немного. Один раз помню Кирж. Ну и все, что такие рассказывать. Ну, хотя, вдарил. Мяч улитки. Было и такое. Чуть-чуть-чуть-чуть. Выходит, как бы, вверх. Такой птичка, чтобы у меня залетел. Совсем выходит. Ох. Ой, ой, Саня закрутил. Ой, закрутил. 28 метров. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Птичка бы она такая. Ой, ой, две тысячи собрал, а. Две тысячи они, прям, задорные селы, две тысячи. Я второй. Чего себе десятичный человек исполняет штрафно неплохо. А то дротся-то. Ха-ха. Треть. Такие друзьяшки. Что выбор? Нет, задание повторять не надо. Как бы далее все, да. Поехали, поехали. Наш финальный матч. Спартак и Зенит. Ну просто давайте окунемся в эту атмосферу. И Зенит... ...will line up this way for this game. Goodness me, this looks attacking... ...because there are three out-and-out goal-scorers there... ...as their front three. It looks like they're going to try and find a path through the middle... ...rather than down the sides. The way they're lined up here. This is the 11 today for Sportac. Seitartesi starts with Salvatore Bochetti... ...as the centre-backs. И три еще, все атаковцы, в раундах этой команды. Битва двух столиц. Питер, Москву и Спартак начинают в центральном круге. Давайте мы будем, кажется, в этом матче более, более, более усмотрительный. Неважно, да, вот, даже вот, что в реальности, что вот эта вот турнирная таблица на этом клубке. Как и чего, кто выступает. Всегда хочется выиграть. Вот это противостояние, что Зенит, что Спартак. Неважно. И сейчас, фактически, опасновение Спартак создал. Но мы вовремя в отборе сыграли и не дали пробить Спартаку. Но Спартак снова владеет мячом, представляете? Как хочется, честно, не комментировать, вот хочется вот играть. И просто забивать Спартаку как можно больше голов на Спартак. Мне кажется, даже поинтереснее Барселоны сейчас. Который как носится быстро, а? Фернандо-то. Как мы провалились, а? Фернандо сейчас в реальности очень опасен. Страфный пробивает. А, сейчас прострель туда. Почему ты не прострелил? Ну, сейчас бы было 1-0 для интриги и все. Но Вячеслав Малафеев просто в порядке. Смотрим на сейф Славика. Ну да, рядом с ним мяч пролетал, но там же. Нужно было постараться потащить. Ну, почему-то не потащил. Ха, да еще шучу еще потащил, конечно. Зенит снова в атаке. Он просто от этих фамилий. Начинаешь. В состоянии шока прибывать Сашенька. Халк! Ай! Ай, Спартак! Ай, Спартак! Что ты сделал? И дал нам забить потрясающий гол. Я не стал жадничать. Не стал жадничать. Говорят, что какой-то там в свое время был конфликт. Ну да, там защищал. Денисова тоже там говорил про Халка. Ну, был прекрасный момент. Халк с Киржаковым в связке. И они забивали и праздновали голы вместе. Кстати, все адекватно. Мне кажется, Киржаков все-таки... Такой... Ну, умный парень. Понимаешь, что эмоции, да, эмоции, но... Так, так, наш самый активный человек Олег. Болист Ша... Ой! Олег, просавчик. А кто, Писяков? Писяков. Ну, я его знал по прическе. Так, Халк, навесишься. Великолепный левый. Ну, Писяков-то, а? Как хорош Писяков. Ты посмотри, а? Это же вроде бы Фернандо какое... Как он активен, а? Как Фернандо... Как Спартак в свое время-то на трансовом рынке неплохо сработал. Приобрел такого игрока. Такое вот мы запускаем. Дерьмо. Посмотрим на повтори. Ну... Нет, нет. Я думал там от рук Малафеева. Успел рыбкой. Красиво. Красиво. Не Фернандо. Луис Адриано. Почему Луис Адриано не со своей... Пышной прической. Что-то FIFA здесь подкачало в плане реализации лица Луиса Адриано. Я говорю, вот Спартак он такой. Может проиграть в Португалии, но на Зенитов, блядь, надо строиться, как будто это финал Лиги Чемпионов. Хорошо. Что? Ой, опасно. Так, так, стережет на стантовалищ. То ли Промис... Промис-то тоже в порядке. Пока мы... Пока, в принципе... Да, наверное. Скажу, что равна. Игра и... Бладшавин вылазит. Бладшавин. Разве это не фол? Разве это не фол? Спартаке. Грохита и ребята усыпили бдительность, что... Поиграет. Может, хитрый Манчини? Рассказали. Он усыпил бдительность. Решил бы не Ягуди слить, что мы чуть с Лиги Европы не вылетели. Санька. Санечка. Вижу. Но по исполнению... Плохо. По исполнению плохо. Ты посмотри, а. Спартак, аж... Аж не обманешь их такими простыми забросами там. Держатся пока, еще и в счете ведут. Еще и голный самый плохой забили, а. Ну, команда, знаете, счета. Загадка. Пока ничего у нас даже не слышно в атаке особо. Ни фамилии, ничего. Сейчас это Луис Адриано. Аж Артак держит... Держит, как говорится, Марку, а. Это удивительный клуб. Халк. Халк. Туда. Хорошо. Криши-то. Криши-то, ну что ж ты, Криши-то, ну что ж ты, Криши-то. Первый тайм... Первый тайм мы не особо, не особо. Ну, вроде атакуем, да, но вот что-то до ворот. Не доходит, был там опасный момент. А у Спартака в самом начале. Зенит команда в последнее время стала вторых таймов, кстати. Ну, я надеюсь. Я же говорил, что это противостояние всегда такое. Вячеслав с нас тащит. Просто нас тащит Вячеслав. Даже такое... Только не второй, только не второй, а. Ну, Спартак не заслужил второй гол, а. Ну, нет. Нет, Спартак, ты не заслуживаешь второй гол. Прошу тебя, не надо. Ты шучу, конечно, сейчас мы играем. Ну что, 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 нужно бежать в атаку. Ай, ну что же ты делаешь, судья, а только что... Я пас вывел один на один. Португалия выиграет у Барселоны. Барс вообще не хочет ни очка даже взять в этом матче. Так, что у нас по Файзулину? Давайте кого-нибудь выпустим. Давайте выпустим Витцеля все-таки. Все-таки пусть он им зонку-то поддержит. Витцель выходит. Прибавим, прибавим напора, так сказать. Нужно отыгрываться. Спартака полтора момента, гол. У нас, в принципе, тоже особый момент. Ну, мы мяч-то контролируем, как бы держим. Вот-вот он, последнего паса не хватает. Чего ты? Какой-то тютельки чуть-чуть буквально. Зачем я отдал? К тому же ему уже было бить с того места. Даже чуть-чуть по... Заговорил такой на чешско-литовском. Жаков. Ну куда? Три человека бегут. Не знаешь, кому отдать. Ох, этот Спартак, а. Смотри, а. Что это, блядь? Выиграет нас. Ох, еще и Глушаков. Ну, ничего. Ничего, Дениска, блядь. Сейчас мы тебе зададим ты маленькую пиздюлинку. Шатов. Так, Халк. А вот она, пиздюлинка, и прилетела. Как вы думаете, кто это? Александр Киржаков. Я бью, бью, буду бить. Посмотрите, неплохой фильм. Он так и называется, я бью, бью, буду бить. Да, там в основном банки Киржакова, но там документальщины тоже есть. 1-1, есть. Шуриком бить. Откитали одну банку. Зенит. Спартак. Это, можно сказать, финал. Кубка Киржакова. Киржаков капта, по-английски. Более красиво. Пафосно звучит. И Саня почти что вывел Халка. Кузыки душечкой вижу. Вижу Халка. Вижу Халка. Вижу. Чуть-чуть, чуть-чуть Шатов. Киржаков. Киржаков, красавчик, а. Молодец. Ну, Саня чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть себе не хватает. В этом моменте именно, не вообще. Хорошо, аж Картел там либо сыграл. И вот такая... Лысая голова. Лысая, но светлая по-футбольному. Смотрите, ну вот контролируем, комбинируем. Сталось только правильно... И Киржаков. Так, ну Пистяков, ну просто в этом матче хорош, а. Киржаков, говорю. Проспали, проспали. О чем делает-то? А, вот увидите, как у Спартака. Оказалось бы, он для трикошетил. Спартака, смотри, что ли. Чуть-чуть, чуть-чуть в напор. Опять подзбавим, но в плане защиты ее подзакрою, чтобы совсем вот так убегать. У нас вот так схема-то атакующая. Так, отлично. Шавин. Немного. Немного не успел я. Да... Спартак нам задает, конечно, проблему. Но нет, в этом и прелесть. По противостоянию, что всегда. Не знаю, что ожидать. Ну Вицель, ну ты вовремя решил упасть. И не для этого, что я выпускал. Так, почти 70-й. Я обещал. Я обещал Дюбу. Аршайен устал. Шатов отодвину. Шатов пока лучше. Киржакова-то поставили на фланг. И Дюба выходит. Дюба выходит. Даня. Даня еще терпит. Халк терпит. Туда. Светлое будущее. Ну там просто такой светлый вот участок. Лично Халк. Лично. Дзюба. Дзюба надо добивать. Ну Дзюба в смысле пас отдала там. Надо было забывать, конечно, писяков. Так, так, так. Кто подает? Халк подает. Халк, найди Дзюбу. Сыграйте. Вспомните старые связи. Выкручивай. Ой, опять каркас ворот. Как с Барсой. Как с Барсой у нас было. Там четыре раза мы сотрясали. Штанги, перекладины, крестовины. Ну что, Спартак? Поддавливаем тебя? Забьешь ты? Хитрый Спартак, хитрый Спартак, а? Давай, 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 давай. Ну что ты стоишь? Ну что вы стоите, ребят? Нужно забегать от стеночки. На месте вся игра футбола в движении как. Чистый. Хорошо, Анюков. Анюков. Ну просто писяков вместе там с защитником. Ну что они делают, а? Так, Дани. Дани правша. А вот здесь-то левая нога-то. Надо к воротарю. Так, где ты там? Халк. Халк, 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 Халк. Я вижу Халка, я вижу Халка, я вижу Дзюбу. Грузим. Ой, Нюков. Опять, опять. Дзюба хотел здесь показать. Что это? Из экрана. Что такое? А, замены. Падать не могу. Нажимаю кнопку. Давыдов выходит. Молодой дарованец, Спартака. Да. Дзюба, 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 Дзюба. Давай, Артём, давай. Артём, ты, Артём. Ой, Артём, чуть так дал, что Спартак сейчас сам себе не залезет. Что выкручиваем? Артём, через себя. Ой. Я не это имел ввиду, Тёмыч. Чуть-чуть, чуть-чуть. Это был бы за... У, как Савин, углом головы забить. Он так вот ударил и залетел. Почему нет? Халк, Халк, веди. Дзюба отрывается. Тёма! Ну, просто писяков. Просто непробиваем, а. Это как... Это ещё первый с тротером ворота непробиваемого Чичкина. Как говорил комментатор Столяров. Хотел загрузить, но мяч сорвали, отобрал от Фернандо. Фернандо, говорю, хороший в атаке, в отборе. Человек знает своё дело. Ой. 87-я. Опасно. Ой, опасно. Ой, опасно. Так, 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 держим, держим линию. Сашка не ухлоп. Ну там чисто, ну там чисто же. Хорошо, хорошо. Тут всё спокойно, спокойно. Чтобы, кольца, не ошибиться. Халк. Чтобы банку не привезти просто-напросто. Вот вроде грумо. Вот сидели минут десять последних на ворота Спартака, они нас чуть-чуть не забили. Два у них момента было. Давай напряжение. Есть! Тащи Спартак на девятнадцать четвёртой минуте. Ну я хотел, чтобы Дзюба забил. Выбираю, да? Чуть не уже такое. Ну, это... Это более чем справедливо. Это лучший игрок этого турнира. Лучший, лучший, лучший. Нельзя, да, подгадать? Турнир имени Киржакова, а Шатов выворачивает. Смотрите, как он. Ну, поверь. Смотрите, а думали, что Дзюба? Ну, Шатов просто вывернулся в стопу. Потрясающий гол. Конечно. Самый активный наш. Самый. КПД. Ушатого. Хороший. Просто отличный КПД. Сделали. Более-менее похож. Такие. Это редакторные лица. Всё. Берём мы кубок этот. Саняка берёшь? Она была Киржакова, капитаном делал, чтобы кубок держал. Да мы... Ну, если это Фернандо, он лучший. Ну, Песяков. Ну, Песяков как тащил. Ну, что творил человек? Если выделить... Ну, Спартака выделю Фернандо и Песякова. Песяков. 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 Так где кубок-то, ребят? Или в финал будет какой-нибудь? Где кубок? Португалия выиграла Барселана. Конец турнира. Мы... Зенит, Санкт-Петербург с девятью очками... Вышли. И выиграли. Взяли первое место. Три матча, три победы. Это у португальцев. Потому что Киржаков, Сашка, забивал португальцам в важном матче за сборную России. Это футбольный клуб Барселона. Потому что Киржаков играл за Севилью. Была испанская карьера. В этом тепло встречали. Забивал гол в Барселоне. Тоже важный матч, решающий был. Ну, один из решающих, понятно. Не самый последний. Тогда Севилья выиграл у Барса. И Россия, у Португалии тоже выиграл 1-0. У Барса Севилья выиграл 2-1. Не могу сказать, что Зенит выиграл всегда у Спартака. Но это первая команда, которую Киржаков забил. Спартак Московский. При Юрии Андреевичу Морозове гол. Держал, но чего он долго не заменял. И 15 матчей. И потом Киржакова прервало. Вот от этого как бы и пошло. Я бил, Биви буду бить. И Кирж. Ну, человеку нужно верить. И он начинает делать вещи. ЭДР бывает насильнее. Это уже никому не интересный ЭДР. И самый частый клиент. Популярный, так сказать, в списке Киржакова. Это Московский Спартак. Кирж постоянно отгружал Спартака. Ну, часто, часто. Конечно, не каждое противостояние, когда мы встречались. Конечно, нет, но частенько. Боже, мне кажется... Вот тут чисто и моя голова, где я не готовился, не смотрел. Мне кажется, это самая вот команда та, которую Кирж все-таки забивал по боли голов. Ну, вот мы будем прощаться 6 августа 2017 года. Тоже, на самом деле, с Киржаковым сначала. Потом будет матч соединяет Спартака. Уходит не просто нападающий, не просто человек, но уходит, естественно, из футбола. Ну, как из футбола? Из игры и футбол, в плане как футболиста. Большая фигура, большая эпоха. Я надеюсь, будет матч, когда соберутся все наши прославленные футболисты. Легендарные. Тогда Радимов, там, Спивака всех позовут. Сейчас можно долго перечислять. Дарша, Инзерианов, Тимощок. Все мы сыграем. Большой матч. Может, мы пригласим тот же Спартак. Легендарный. Считаю, так же. То есть, можно, да, контр. Такие вот противболеческие все эти темы раздувать. Но у Спартака тоже прекрасные игроки были в свое время. Русские и нерусские. И Тихонов, и Титов, и остальные ребята. Тот же Велитон был неплохо. Там тоже. Вот. Может, игру. Соберется Спартак топ. Почему нет? Почему? Почему нужно все время друг друга хаять? Они обалдеть реально именно от футбола, от этого антуража. Зачем друг друга оскорблять? Вот. В чем смысл, мне кажется, игры. Футбол, когда ты любишь реально искренне с отдачей. Как любил. Как будучи игроком, что я уже закончил карьеру Киржаков. Так и футбол ему отдавал. Не зря он лучший бомбардир в истории российского футбола. Русского. Может, кто-то из русских переплюнет. Может, это будет и Кокорин. Я сейчас на полном серьезе. Почему сейчас Саша прибавил? Почему нет? Может, это будет и Дзюба. Может, это будет только же Давыдов, который вышел сейчас в Спартаке. Он еще молодой. Может, ему дадут сыграть. Почему нет? Ну, да, давать больше, конечно, играть. Как? Верить, верить, как Юрий Андреевич. Штатство небесное. Один из моих любимых тренеров. Я начал болеть за Дзенит со времен Морозова. Морозовских времен. Яршаен, Киржаков, Денис, Лобостров, все эти ребятки. Малафеев. Катульский гонит. И так далее. Спасибо всем, кто смотрел этот стрим. Потом, надеюсь, там будет нарезочка. Чистый видос на YouTube, если все нормально записалось. Не суть. Не были эти эмоции. Нужно было, как говорится, поделиться. Саше Киржакову желаю удачи на новом поприще, там, координатор команд зенитовских, юношеских, молодежных. Чтобы он, желаю, чтобы он отобрал, ну, кайфовал. Он кайфует от футбола. Это видно и в такой ипостаси. И чтобы он отобрал какого-то игрока. Нашел нового себя, можно так сказать. Нового нам Киржакова откопал. Чтобы он тоже так говорил. Я бил, бью и буду бить.